Встреча президентов Азербайджана и Турции, первое умное село в Карабахе, процесс делимитации Азербайджана-армянской границы. Эти темы стали наиболее обсуждаемыми за прошедший день среди пользователей азербайджанского сегмента социальных сетей. В местных и иностранных СМИ были размещены десятки материалов, посвященных переговорам между Баку и Ереваном. Ситуацию прокомментировал главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По мнению эксперта, Армения пытается подорвать все договоренности, которые были достигнуты на предыдущих встречах, в том числе в Брюсселе. В Армении есть партии войны и реванша, действия которых направлены в том числе и на нагнетание страстей. Непрерывное обвинение Азербайджана во всем происходящем, прямые провокации – это тактика, которая используется для обострения ситуации в Ереване, а также чтобы сорвать любые договоренности между первыми лицами Азербайджана и Армении. Российский политолог Григорий Трофимчук также считает, что Армения пытается затянуть сроки выполнения договоренностей. По его словам, действия армянского руководства вредят в первую очередь самому Еревану. Эксперт уверен, что Баку и дальше будет добиваться решения вопросов делимитации границы и создания транспортных коридоров в регионе. Вопрос делимитации и демаркации очень важен. Всем известно, что основные соглашения были достигнуты в ноябре 2020 года, в январе 2021 года были подтверждены. Стороны сформировали соответствующую рабочую комиссию на высоком уровне. Она должна заниматься практической реализацией этих вопросов. Руководство Азербайджана слов на ветер не бросает и ждать у моря погоды не будет. Есть определенные сроки для реализации договоренностей. Продолжение следует...